Валерий Гелецкий 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 охладели? Да? Немножко. Или как? Или остались такими же? Европейский парламент, к сожалению, политическая борьба с парламентом Республики Молдовы была переносена в Европарламент. И была переносена представителями оппозиционных партий, которые вхожи в европейскую семью популяр-европей. Да, как европейская народная партия. Народная партия, да. Поэтому интерес к этой резолюции, вы видели, он был отнюдь не большим в Европарламенте. Отсутствовало очень много депутатов и мнения были совсем не одинаковые. То есть были те евродепутаты, которые поддерживали Республику Молдову, поддерживали нынешнюю власть и те стремления и выполнения тех требований, которые были сделаны. Поэтому партнерские отношения, они остаются. Тем более пример к тому у нас есть отношение и оценка Международного валютного фонда, который принял сугубо профессиональное решение, исходя из экономических критериев. И транш в 34 миллиона был выделен, несмотря на решение Европейского парламента. И партнеры с Международного валютного фонда, они так и высказали, что в отличие от Европейского парламента мы не принимаем политических решений. Спасибо. Господин Боля, вот вы слушали, да, все это время множество комментариев по этой теме. У вас какое сложилось впечатление? Какими теперь стали отношения Молдовы и Евросоюза? Ну, знаете, Европарламент не один раз принимал разного рода резолюции по отношению к республике Молдовуа? Не один раз было, скажем так, приостановлено разного рода финансирование. В 16 или 17 году, если не ошибаюсь, в 17 году было приостановлено финансирование, скажем так, очередного проекта или еще одного шага по реформированию юстиции. Сейчас из той помощи в 100 миллионов евро, которая была обещана молдавским властям, вот этот первый транш был заморожен. Ну, я думаю, что, во-первых, это реакция Европарламента на те решения молдавской эфемиды, которые были вынесены по итогам местных выборов. Им разбираться, скажем так, власти, которая себя называет проевропейской, какие у них взаимоотношения с Европейским Союзом. Тут меня смущает другая история. Мы, в принципе, смотрим на тандем Европейский Союз и Соединенные Штаты. И здесь, когда Соединенные Штаты посредством структур международных, которые, ну, скажем так, контролируют, да, и международный валютный фонд, Всемирный банк, дали определенные деньги, да, на развитие, на и так далее, и тому подобное. А вот европейцы приняли вот эту резолюцию, да, и заморозили финансирование. Ну, вот сам факт заморозки говорит о каком-то изменении в отношениях. Вот Евгения не увидел, а вы видите? А я думаю, что изначально европейцы не доверяли вот этой, скажем так, проевропейской власти у нас в стране, но пытались играть, скажем так, или подыгрывать этой власти, лишь из-за того, что других, на которые бы они опирались, на тот момент в Молдове не было никого. Сейчас худо-бедно, скажем так, после президентских выборов, которые проиграла Майя Санду, но на тот момент, имея, скажем так, определенный рейтинг, да, или заработав определенные очки, вот на правом фланге, на этом фланге проевропейцев, да, появились другие актеры. И теперь у Евросоюза есть, скажем так, выбор, да, кого поддерживать, кого нет. Я вот соглашусь с Евгением Листьем, что, скажем так, голос Андрея Анастасии, голос Майя Санду был услышан в Европейском парламенте вот этой Народно-Европейской партии и либералами. Они приняли эту резолюцию, знаете как, с одной стороны, я могу сказать, что, ну и пускай, не дают денег, не дают, что мы будем ходить с протянутой рукой, да, притом непонятно, не имея определенной перспективы, да, куда бы эти деньги вложились. Ну почему же, они четко сказали, что это на детское питание. Улучшение детского питания, повышение зарплаты на серии образования. А с другой стороны, вот если наблюдать за всю историю независимости Республики Молдова, международные структуры в избирательный год, они не замораживали, не приостанавливали вот эту помощь, какое-то финансирование. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, кто дальше, да, какая будет власть в будущем парламенте, с кем им придется работать и так далее. Поняла. Я думаю, что в этом, то есть, кроме вот той реакции, да, на решение молдавской эфемиды, было, в принципе, и, скажем так, вот это, что может быть, они подождут, посмотрят, какой будет власть после 30 ноября. Я поняла. Поняла также и то, что необходимо, наверное, все-таки телезрителям напомнить, что это была за реакция. Я не стала брать политиков, которых можно заподозрить, да, просто вот в партийной политической. Ну, конечно, Федерико Магерини, комиссар, да? Это нечто вроде министра иностранных дел, ЕС, так можно и сказать. Ну, что она говорила? Что отмена результатов выборов не была прозрачной. ЕС и я лично жду, что будет найден способ обеспечить верховенство закона, у нас недостаток независимости юстиции, слабое расследование кражи миллиардов, контролируемые СМИ. Дальше докладчик Европейского парламента по Молдове, ну, вы его знаете, Петрос, он гораздо жестче сказал, да, он к нам приезжает периодически, составляет свое впечатление, он вообще сказал так, юстиция захвачена, ситуация с выборами мэра театра абсурда, избирательная система захвачена, банковская система захвачена. В общем, и далее, ну, еще хуже, я не стану. Ну, вот я к чему, собственно, вопрос. Я помню, что у нас вот высказывания подобные жесткие были вот после кражи миллиарда. В 2015 год Молдову прямо назвали захваченным государством. Ситуации разные, все-таки, мы видим, все-таки здесь тональность серьезная, кто оба что не говорил. Это люди, действительно, которые занимаются непосредственно, значит, этой ситуацией с главы, и они, наверное, понимают, что они говорят. Это разные ситуации? Ну, Людмила, в любом случае, Европейский парламент это политический орган, да, куда избираются депутаты. Сегодня там сформировано определенное большинство, которые возглавляют народные европейские партии. Это народная европейская партия. Соответственно, и все люди, которые возглавляют европейские комиссии и так далее, это представители данных партий. Они же не выдвигали тех, кто сегодня находится им в оппозиции. Поэтому это одна и та же цепочка и высказывания политических лидеров, которые представляют те же политические формирования, которые проголосовали большинством в европейском парламенте. Я соглашусь, но когда говорит верховный комиссар по внешней политике, это, наверное, серьезно, нет? Хорошо, но когда премьер-министр заявил, что когда ему позвонили представители европейских чиновников, и был СМС, у вас есть два дня, и он сказал, на что? Скажите, что мне нужно сделать за эти два дня? Действий не последовало. То есть сегодня говорят, что юстиция неправильная и так далее, нужно верховенство закона, но у нас есть верховенство закона, но и есть решение суда. То есть я понимаю, если бы инстанции высказались по-разному, все инстанции высказались одинаково. То есть те доводы, которые были приведены, их одобрили первая инстанция, и апелляционная палата, и высшая. Поэтому я не вижу, как мы можем сегодня называть ситуацию, что нет верховенства закона. То, что Республику Молдову наказали из-за решения судебной инстанции, это тоже факт, который мы не можем. И наказали, в принципе, правительство, но от решения которого страдают все граждане Республики Молдова. И эти наши политические деятели, оппозиционные деятели, которые поехали просить наказания правительства, к сожалению, констатируем, что им абсолютно все равно, что будет с народом Республики Молдовы. То есть они беспокоятся о своем политическом будущем, о своих сугубо личных политических интересах. И это уже говорит о том, что они уже вступили в предвыборную кампанию, которая будет по парламентским выборам. У нас сегодня стоят, как у правящей коалиции, другие задачи. Мы должны обеспечивать рост благосостояния наших граждан, мы должны обеспечивать ход реформ, мы должны гарантировать успешные, окончание успешных этих реформ. У нас есть чем заняться. Понятно, что они сегодня будут ехать, они будут критиковать власть. И это логично, потому что не может сегодня ни одна оппозиционная партия заявить, что после выборов мы сделаем коалицию с ныне правящей партией. Это будет крах для любой оппозиционной партии. Господин Боля, скажите, пожалуйста, есть разница в ситуациях? Тогда, когда была в 2015 году ситуация, и вот сейчас. Разница, по-моему, в ситуациях есть. И я скажу, какая. Если вы посмотрите на разные реакции в разные года представителей Европейского Союза, то здесь их можно заподозрить в двойных стандартах. Почему? Потому что такого рода ситуации у нас еще были. У нас были определенные судебные решения по давнике Маноле, по, не знаю, другим ситуациям. У нас их было уйма, куча. И несмотря на это, Европейский Союз, вот нынешнюю власть гладил по головке и в том числе выдавал определенные, скажем так, финансовые средства, на вот эти реформы, которые они сегодня проводят. А вот эта резолюция, которая была Европарламента в этом году, да, вот сейчас недавно, она немного, скажем так, это все немного по-другому выглядит. Не забудьте еще не следующий момент, что выборы в этом году будут не только в Молдовии. Также евродепутаты, если я не ошибаюсь, готовятся к своим выборам. То есть в следующем году, в девятнадцатом году состав Европарламента, соответственно, комиссии и руководящих органов Европейского Союза поменяются. И тут некоторые, скажем так, или вот эти политические круги внутри Евросоюза также хотят, скажем так, заработать какие-то бонусные очки. Вы полагаете, то есть Молдова уже стала предметом, из-за которого, да, можно заработать политические очки. Почему нет? Вот я думаю, что для европарламентариев из Румынии, я думаю, что, скажем так, субъект Молдовы является для них, скажем так, тем фактором для того, чтобы заработать очки. Но возвращаясь к этому, я хотел вот спросить, а что, вот с 2015 года что-то поменялось? У нас было захваченное государство, потом его, скажем так, освободили, сейчас опять захватили? Ситуация, она продолжалась. Но риторика европейцев была разная. И еще раз, не знаю, у меня по этому поводу есть свое мнение, да, что на тот момент у них не с кем было работать здесь в Молдове. И пускай будут плохие парни, да, но наши. И было соответствующее, скажем так, соответствующее отношение, да, к правочной власти. Сейчас, когда до выборов, скажем так, осталось полгода и появились другие актеры, с которыми, в принципе, можно наладить связи, то тут можно, может получиться ситуация, как в знаменитом фильме, да, бальвар двоих может не выдержать. И тогда им приходится где-то на кого-то ориентироваться. И кого-то наказывать. Да. И кого-то наказывать. Более немножко преувеличивает, конечно, о захваченном государстве и так далее. В захваченном государстве не мог выиграть президентские выборы оппозиционный лидер, да, если было бы захваченное государство. И с 2015 года да, произошло действительно очень много, потому что отношения с Европейским Союзом были заморожены во второй половине 2015 года. Которые эти отношения именно этой власти удалось разморозить к концу 2016 года. После порядка 8 месяцев усердной работы, правильной работы правительства, введения реформ и так далее. Поэтому отношения были разморожены в достаточно высоком уровне и была обещана данная помощь. Поэтому говорить, конечно, сегодня удобно о захваченном государстве, но у нас есть результаты выборов в Бельцах и так далее. Поэтому и все коллеги молчали, в том числе и социалисты молчали, когда партию Рената Усатова сняли решением суда с выборов и так далее. Поэтому когда сняли кандидата, Шора с выборов тоже все молчали, всем это устраивало такое решение. К сожалению, обиды и все возошли, когда не признались выборы господином Настаса. Но я хочу отметить еще один момент. Кто у нас в Республике Молдова назначает судей? Кто? Президент. И парламент. Президент назначает судей. Парламент куда назначает? Верховный суд. Двоих представителей? А судебная система кем? Сколько десятков судей господин? Это в Конституционный суд назначает парламент двоих. Скажите, сколько десятков судей уже назначил господин Дадон за свое президентство? Много? То есть вы хотите сказать, что президент виноват в том, что... Нет, секундочку. Президент виноват в том, что были такие... Я хочу сказать, что демпартия никогда не имела в должности президента тех, кто назначает непосредственно судей. Был Тимофти, который назначался сегодня. Вы можете сказать, сколько десятков судей уже назначил господин Дадон за свое президентство? Я думаю, что мы сейчас эту цифру сложно как-то сказать. Каждого третьего, который предлагал высший совет магистратуры, каждого третьего президент отправлял дальше на пересмотр. А две трети господин Дадон назначал? Нет, это те кандидатуры, секундочку. У вас есть какие-то цифры? Вы сейчас все время говорите, сколько? Вы сами знаете, сколько? Я спрашиваю господина Борю. Вы сами знаете? Да, это порядка более нескольких десятков судей, которые назначены. То есть вы тоже точную цифру не знаете и никто не знает? Причем цифры? Суть идет в том, что господин Дадон в должности президента назначает судей. А почему-то вопросы потом задаются демократической партией. Вот вы назначаете судей, ваш президент назначает судей. Вы не назначаете президент. Высшую судебную инстанцию страны, которая ставит точку всем судебным разбирательствам, назначает парламент. Хорошо, если вы хотите говорить о судебной системе, господин Боря, я вас прошу. Давайте тогда больше к теме. Вот смотрите, что было впервые. А впервые было то, что премьер-министр прямо открытым текстом сказал одну, на мой взгляд, весьма важную вещь. Он впервые обвинил европейцев в том, что это под их руководством проходила, собственно говоря, вся эта судебная реформа. Вот никогда такого не было. А теперь он сказал, есть ваша большая доля ответственности в том, что произошло. А я себе подумала, в принципе, это как-то, по-моему, не очень хорошее признание, потому что получается, что все эти годы мы были не самостоятельны в своих решениях. А как же наш суверенитет? Как же другие какие-то вещи, которые непременно важны для любого государства, для каждой страны? Господин Никифорчук, как так могло получиться, что мы сейчас вот впервые в порыве гнева говорим, а вот мы делали то, что вам говорили, поэтому вы виноваты. Как так? Вы немножко, наверное, переигрываете. Нет, я не переигрываю, я просто сейчас говорю, что премьер возложил часть вины на Евросоюз. Мы всегда принимали независимо свои решения по будущему Республике Молдова, по реформе. Да, то, что предоставляется помощь в определенных реформах, для того, что определенные реформы финансируются. Есть консультанты, которые помогают проводить реформы. Это есть, и это есть не только в Республике Молдова, наверное, это во всех странах, где проводятся реформы. Есть консультанты, есть те, кто помогают, есть финансирование данных реформ. И им, как правило, говорят спасибо. А вот наш премьер сказал им, это вы виноваты. Вот так. Я не могу высказаться, о каком сейчас высказывании премьера вы говорите. Я знаю то, что господин премьер-министр, да, открыто заявил, что у него потребовали изменить ситуацию в течение двух дней, на которой, как я повторюсь, он спросил, что конкретно нужно изменить. По выборам, да, а вот про судебную систему была брошена, еще, кстати, было сравнение с банковской. Вот, говорит, вы нам помогали в банковской системе реформировать, и вот у нас все хорошо. Мы точно так же делали все и в судебной, как вы нам говорили. Понимаете, да. Вот вы как бы это могли прокомментировать? Вообще это здорово или не здорово? Выясняются вот такие вещи. То, что вы говорите о том, что мы, то есть власть в эти годы не самостоятельно, это факт. И знаете, как есть, скажем так, такая пословица, да, что танцует девушку тот, кто... Вы почему-то с окончания начали, да? Ну, скажем так... Обычно говорят, кто кормит девушку, да. Цитируйте правильно. Да, тот ее и танцует. Поэтому в данном смысле вот те денежные средства, которые выделял Евросоюз на все эти реформы в судебной сфере, это хорошо. Но надо было, скажем так, посмотреть, что у нас творилось в все эти годы и кто всю эту судебную реформу вершил. И сегодня выступают в парламенте, не зря я напомнил депутатам. Вспомните 2010 год, когда образовывался после выборов 28 ноября Альянс за европейскую интеграцию номер 2. Вот те пакты секретные, да, Молотова, Риббентропа и ГИМПу, да, которые были подписаны. Тогда вот эта власть просто между собой распределила судебные инстанции из всей судебной системы. Пять апелляционных палат по всей стране. Вот одна мне, одна тебе, одна тебе. Ну, демократы здесь хитрые. Вы так хотите, что было, господин Болин? Я так не хочу. Ну, это было. Где это было? Как где это было? Сам ГИМПу, который подписывал это все, вот эти секретные протоколы, он об этом сказал. А если он секретный, вы его видели? Он об этом сказал. Нет, так он об этом, вы видели, вот я не видел, допустим, эти протоколы. Я не видел, если не ошибаюсь, на протоколе это было. Когда делили вот одну ветвь власти, которая по закону должна быть независимой, вот когда разделили между собой, у нас получилось вот тот кошмар и тот абсурд, в котором политические, министерские портфели. И сегодня, кроме министерских портфелей, я вас попрошу, в том числе и высшую судебную палату, и высший совет магистратуры, и прокуратура, и все остальное. Я об этом говорил, в том числе и тем нашим коллегам из ЛДПМ, которые сидели и кричали на площади, что вот виноваты эти, эти, чумароши. Кто виноват? Уважаемые друзья, вы вместе, втроем, вот в те времена сделали альянс за европейскую интеграцию. Вы подписывали вот эти секретные протоколы. Сегодня судебная система принимает решения, они и по нам ударили, вы понимаете? Почему? Потому что, аннулировав вот эти выборы, в том числе и сняв с гонки нашего кандидата Ивана Чабана, они должны были, по крайней мере, завершить процесс, назначить новые выборы. И участвовал бы Иван Чабан с другим кандидатом? Или не участвовал бы Иван Чабан? Иван Чабан, которые не подлежат политическому влиянию, не делились? Ну да, оставьте. Вы сегодня хотите сказать, что у нас юстиция не подлежит политическому влиянию? Ну, если только президент назначает судей, то тогда, возможно, подлежит президенту. Вы знаете про влияние? Во-вторых, о независимости власти. Я хочу вам повторить, чтобы вы наверняка знаете, но вы не хотите об этом говорить, что с 20 января 2016 года, когда господин премьер-министром был избран, господин Филипп был избран премьер-министром, Республика Молдова не имела ни одного внешнего финансирования. Все внешнее финансирование и все внешние отношения финансовые были заморожены. Поэтому с февраля 2016 года по практически декабрь 2016 года мы работали независимо, как власть, и существовали практически за только свои внутренние доходы. Несмотря на все это, за 2016 год мы смогли увеличить пенсии, повысить, повысить зарплаты, удешевить на тот период стоимость на электроэнергию и на натуральный газ. И мы показали, что мы можем сделать независимо. И 2016 год мы закончили с экономическим ростом 4%. Если бы не было вашего иска в суд, то наверняка не было бы никакого судебного решения. Вы подаете в суд и вы что ожидаете? Вы указываете на нарушение, а потом вы говорите, что вы не хотели результата, не хотели правильного решения суда. Или как? Вы подаете в суд. Не мы подавали в суд, вы подавали. И не мы протестовали на площади с Настасой вместе. Причем здесь оставьте? А чьи интересы сегодня вы выполняете? Вы взрастили рейтинг Настаса. Вот сейчас скажите, чьи интересы. Европейской народной партии. Сегодня вы вырастили рейтинг Настаса. Он электорат ваш не затрагивает. Конечно, мы находимся, мы центристская партия, которая находится. Поэтому вы выращиваете вашего партнера, с кем вы протестовали. Серьезно? Да. Почему серьезно? Ну а как? Нет, вы не так говорите. Надо задавать другой вопрос. Надо спрашивать. У вас какая идея? Евроинтеграция. У Настаса и у Майи Сандо какая идея? Евроинтеграция. Не верят ли они вашими соперниками? Примерно так. Но я этого не говорила. Я хочу поговорить о важном, о деньгах. Вы ему помогаете. Господа, давайте поговорим о важном, о деньгах. Вот смотрите, когда стало понятно, что европейцы нам денег не дадут, они прямо так и сказали. Сказали за что? Правительство на другой день очень обратно сказало, ну в принципе мы и обойдемся. Нам не нужно. Да. Сказали, что мы все-таки, у нас экономика не рухнет, что мы сами все-таки справимся. И спели хвалебную лоду МВФ. Я послушала эту лоду и поняла, что отчасти, конечно, логика мне ясна. Но мне неясно, понимают ли до конца правящая коалиция, понимают ли правительство одну простую истину. Все-таки есть такое понятие, как цепная реакция. Вот мы знаем, что если одна большая какая-то там определяющая финансовая организация, тот же МВФ или Всемирный банк, вот они денег не дают, очень внимательно начинают за этим следить все другие финансовые организации. И поскольку это вопрос политический, как определил это господин Никифорчук, то если вдруг изменится расстановка сил, вот, например, Соединенные Штаты в отношениях с европейскими странами, с Евросоюзом, придут к некому консенсусу, да, то понимает ли власть, что вопрос финансирования, он будет решаться, ну, солидарно. А мы знаем, как умеют европейские страны солидарность проявлять. Мы тогда останемся тогда вообще без денег. Вот мне интересно, да, понимает ли это правящая коалиция. Или она говорит, не-не-не, такого быть не может. А почему? А потому. Не надо наводить жуть, запугивать граждан, вот будет что-то. У нас есть уже политическое решение Европарламента. У нас есть абсолютная объективная оценка со стороны Международного валютного фонда, который выделили финансирование. У нас на сегодняшний день есть пересмотр экономического роста Республики Молдовы со стороны Международного валютного фонда, который пересмотрел и повысил с 3% экономический рост до 3,8% на 2018 год. И это отношение будет всегда в Евгении, вы полагаете? Это объективное отношение по результатам реформ и по росту экономики. Это во-первых. Во-вторых, за первые 6 месяцев нынешнего года практически госбюджет увеличился на практически на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть это составляет более 8 миллиардов лей. Экспорт растет. За последние 5 месяцев экспорт вырос. Интересно, я понимаю, зрители больше трех цифр не запомнят, не мучайтесь. Скажите мне, пожалуйста, вы считаете... Нет, просто когда много цифр, то люди... Мы говорим, что неестественные ситуации в экономике Республики Молдовы. Я поняла, но вопрос был в другом. Вы считаете, что вот эту финансовую помощь, которую сегодня нам предоставляет МВФ, которую мы получали уже от Всемирного банка, вот так будет всегда? Либо все-таки есть понятие солидарности, которое страны демонстрировали, и может ситуация измениться. А у нас, извините, запасных аэродромов, планов Б, у нас уже не будет. Так может быть? У нас есть план развития Республики Молдова. Все, что делает сегодня нынешнее правительство, нацелено на экономический рост, на улучшение благосостояния наших граждан, экономический рост, Людмила, мы показываем уже два года подряд. 4 процента, 16-й год экономический рост, 4 процента, 17-й год, 18-й год. А что же мы тогда радуемся внешней помощи и расстраиваемся, когда нет, если у нас так все хорошо? Лишних денег не бывает. За насчет этих денег премьер-министр заявил, да, мы хотели улучшить детское питание в садах и школах, мы хотели увеличить зарплаты в сфере образования. И все социальные проекты, которые были запущены нынешней властью, ни один из этих социальных проектов не пострадает. Это и хорошие дороги для Молдовы, это и прима-кассы, талоны на питание и остальные проекты. Я поняла. То есть есть уверенность или нет? Если можно, очень-очень-очень кратко. Во-первых, у нас есть уверенность в собственные силы, у нас есть уверенность в том, что экономический рост будет, потому что мы проводим правильные реформы, помогаем бизнесу, мы привозим инвестиции, и мы знаем точно, что Международный Валютный Фонд это не политическая, а это финансовая организация. То есть вы в этом уверены? Да, мы в этом уверены. Спасибо. Господин Боля, а у вас есть такая уверенность? Такой уверенности нету. Скажем так, продолжу, с чего начал. Вот мне не ясно, вот... А можно продолжить ответом на мои вопросы? В этой ситуации, когда американцы, используя Международный Валютный Фонд, дали денег, поддержали это правительство, не согласовали или не успели позвонить в Брюссельский обком и сказать, что, слушайте, надо как-то вот так себя вести, а не по-другому. Это одна ситуация. Либо может случиться так, что после этой резолюции Европейского парламента и американцев, поддерживая европейцев, будут гнуть общую линию европейцев-американцев. И может случиться так, что через определенное время американцы где-то каким-то образом накажут это правительство. То есть это будет зависеть от расклада сил? Да. Вот здесь еще, понимаете, не ясно. Тут еще раз объясняю. Либо две ситуации. Либо забыли позвонить европейцам, либо надо ждать определенной реакции от американцев, согласовав общую позицию с европейцами. Вот здесь. Я не совсем понимаю то, о чем вот сегодня, сейчас господин Боле хочет вам сказать. Вы размышляете о том, получит помощь Республика Молдова или не получит и так далее. Есть реальность Республики Молдова. Есть правительство, есть экономика. Страна развивается, увеличивается экспорт. Сборы в бюджет растут. Повышаются заработные зарплаты и пенсии. Да, пусть они не повышаются с той скоростью, которой мы хотелось. Но больше, чем нынешняя власть, не сделал никто за прошедшие периоды. Я поняла, что имеет в виду господин Боле. Наверное, я объясню. А сегодня, я не понимаю, кто-то злорадствует, что они дали. Но так злорадствуют и над чем? Над том, что правительство наказали или о том, что народ недополучит? Нет, никто не злорадствует. О том, что дадут, не дадут. У нас есть задача увеличивать экономический рост. У нас есть задача увеличивать благосостояние наших граждан. У нас есть задача проводить реформы. Да, вы говорили об этом. Мне кажется, что вопрос в другом. То есть, мне кажется, политик должен выищаться, как будто сегодняшним днем все заканчивается. Понимаете? Политик должен смотреть не то, что в завтра, а еще в послезавтра. А еще, знаете, вот раньше при Советском Союзе пятилетки были. Кстати, не все там было плохо. То есть, планировали на какое-то время. Так и власть. Так и любая политическая партия. Она должна думать о том, что если завтра что-то изменится, если у нас какие-то запасные аэродромы, мне кажется, это нормально. Точно так же демократы должны об этом думать. В том-то и дело, мы развиваем экономику. Да, если нам завтра не дадут внешние партнеры в долг, это не значит, что Республика Молдова не сможет развиваться. Мы доказали, что мы можем после реформирования таможни, после реформирования налоговой службы увеличить сбор бюджета. Мы смогли навести порядок в этих городах. Мы смогли остановить контрабанду. Мы смогли остановить обновичивание денег и отмывание денег. Поняла, Евгений. Мы развиваем Республику Молдову в первую очередь. Мы не боремся за внешние кредиты. Я читала отчет премьер-министра. Я хочу понять другое. Вот смотрите, да, вы вот сейчас будете говорить о том, что, я не знаю, может быть, даже и правильно. Так тоже противно, да, все время зависит от помощи. Дадут, не дадут. Как Воронин говорил, еще мы как ослики за этой морковкой все время. Прав был здесь Владимир Николаевич. Вопрос в другом. А если, ведь дело не только в этих, не знаю, материальных каких-то, да, благах, вы же понимаете, что это и имиджевые будут потери. Отказ финансирования, это совершенно четко, он будет обусловлен политическими критериями. Секундочку, я доформулирую вопрос. И все эти организации, в том числе Совет Европы, который у нас за права человека, в том числе все вот эти имиджевые наши, да, политические, они же поймут, что что-то не то в Молдове. А кто в Молдове у власти? Демократы. Так? Иностранные инвесторы не придут сюда, вкладывать деньги. Отношения с Европейским Союзом складываются не только в основе получения каких-то материальных благ. У нас есть подписан договор об ассоциации с Европейским Союзом. Которые пункты, которые мы выполняем, есть дорожная карта, которая не связана с тем, отношения будут развиваться, дадут ли нам кредиты или нет. На определенном этапе было руководством Евросоюза, было заявлено, что Молдова сможет получить при определенных условиях еще при всем, при том еще и макрофинансирование, помощь 100 миллионов. Но никто не отменял договор об ассоциации. Никто не передвигает республику Молдову. А если как следствие, американцы наложат какие-то санкции на каких-то высокопоставленных чиновников у нас, или на какие-то молдавские компании, которые экспортируют в Европейский Союз. Или приостановят договор об ассоциации. Так на время, чтобы показать, как себя надо вести. То, значит, может, будет. Мы говорим сейчас о каких-то, я даже не могу понять суть. Вдруг наложат на каких-то, на кого наложат? Или что наложат? Есть реалии в республике Молдова. Есть правительство, которое вырабатывает план действий, которое работает. У нас есть выборы предстоят. В свете последних событий ДПМ не откажется от идеи внесения поправок в Конституцию о евроинтеграции, как руководящей и направляющей. Нет, и мы заявили в этом четко. Выделение или не выделение макрофинансовой помощи Республики Молдова, это не знак тому, что мы будем пересматривать свой внешнеполитический вектор. Европейская интеграция остается приоритетной для нынешней власти. Никто не отменял и не собирается пересматривать договор об ассоциации о свободной торговле и так далее. То есть вы внесете, как вы уже предполагали. Еще один пример ко всему, к тому, что отношения с Европейским Союзом на сегодняшний день, за первые пять месяцев, рост экспорта составил 28,5%. Назовите хоть одного инвестора. Сегодня в страны Европейского Союза экспортируется 67% экспорта Республики Молдова. Назовите хоть одного инвестора. В страны СНВ сегодня экспортируется 16%. Это факт. Я знаю другие цифры, откровенно говоря. Посмотрите цифры статистики, официальные цифры бюро статистики. Посмотрите нашу прошлую программу, выступление господина Головатюка. Он как раз бывший тоже глава статистики. Господин Головатюк, так же, как и господин Боля, не хочу никого видеть, говорят, что хотят. Мы сегодня говорим о реальных цифрах, мы говорим о фактах, которые выдает Национальное бюро статистики. А о фактах, которыми оперирует правительство Республики Молдова, не только в стране. 67% сегодня из экспорта на первые пять месяцев, 67% это страны Европейского Союза и 16% это страны СНГ. Хорошо. Вы знаете, вот я слушаю господина Никафорчука, вот он так уверенно говорит. А знаете, на чем может быть основана его уверенность? Не знаю. Да, а вот я вам сейчас отвечу устами Петра Аустревичуса. Да, вот он очень честно сказал. ЕС, говорит он, вынужден соблюдать политическую реальность в Молдове и сотрудничать с нынешней властью, потому что она имеет всю власть в стране. То есть может ли быть ситуация такой, что они прекрасно осознают все минусы, о которых мы сейчас так с вами живенько говорили, но при всем при том, вот они говорят, ну вот не можем мы, пока они у власти, мы вынуждены работать с той властью, которая есть. Тогда получается, что у нас, мягко говоря, всплывает вся бесперспективность, если верить. Сейчас пусть ответит господин Боля, а потом вы. Это сейчас вопрос к нему. Ну, знаете, как говорил философ, да, что все течет, все изменяется. Бесперспективность, она может быть сегодня, но завтра ситуация может измениться. И появится перспектива. Поэтому то, что говорил Петра Аустревича, то есть ровно то, о чем я и говорил, что вот за все эти годы, в том числе начиная с 2016 года, когда была назначена ночью вот это правительство, да, вот эта власть, Евросоюз на разного рода, то есть в разных этапах, да, на разного рода, скажем так, провокации, которые и разного рода ситуации, которые появляются на стороне, они имели одну, скажем так, и ту же линию. Почему? Потому что они должны были работать с тем правительством, которое у нас есть на сегодняшний день. Поняла. Но на сегодняшний день, вот после выборов 2016 года президентских, после вот этих местных выборов, тут назрела другая ситуация. Появились, скажем так, и другие ростки, на которые Европейский Союз может поставить, скажем так... Ведь придает уверенность вам слова? Судокладчик по Молдове. Смотрите, вот он честно сказал. Не нравятся они нам, но вынуждены. Нам придает уверенность результат в экономике, в реформах, во всех областях и так далее, в борьбе с коррупцией, во всех. Вы сказали, вот мы говорили о минусах. Я говорил о реализациях правительства. А хорошие они или плохие, нас уже оценят наши граждане. Вы хотите говорить о минусах данного правительства и только о минусах на этой передаче? Ну, говорите о минусах, но я и о минусах не услышал. Я слышал упреки в адрес нынешнего правительства, но о минусах вы ни господин более не говорил. А экономический рост это минус? Нет, так в том-то и дело. Я задаю вопрос. Вы смотрите, цитирую, в принципе, европейцев. Господин Аустроевич может заявлять, что он хочет. Мы не указываем ему и не диктуем их заявления. Сегодня в Республике Молдовы есть избранная власть, с которой сотрудничают абсолютно все законно избранные правительства во всем мире, и в Европе, и в Российской Федерации, и в странах СНГ. Все сегодня сотрудничают с нынешней властью, потому что она законно избранная на 4 года. Мы не подвергаем сомнению, что сотрудничают. Мы говорим, что кто-то будет специально сотрудничать, а кто-то не будет. Сегодня с нынешней властью сотрудничают абсолютно все страны, с которыми у нас есть политический диалог, дипломатический и так далее. То есть вы не согласны с этой трактовкой? Ну, это видение господина Аустревича, хорошие мы или плохие, у него есть своя точка зрения. Сделали мы много для страны или сделали мало, нас оценивают все. Но я говорю, что у нас есть результаты, на которые основываемся мы и исходим мы в уверенности своих результатов. Хорошо, поняла. Я поняла. Вы эту мысль повторяете всю программу, поверьте. Я пытаюсь что-то еще из вас вытащить. Например, смотрите, на выборы, которые состоятся парламентские. На прошлые выборы демократы шли под лозунгом европейской интеграции. И филатовцы шли под лозунгом европейской интеграции, и либералы шли под лозунгом европейской интеграции. Как, на ваш взгляд, пойдете ли вы на эти выборы, опять же, под лозунгом европейской интеграции, и вы будете не одни? На ваш взгляд, у кого будет больше шансов, что избирателям поверят? Например, есть же майя санду остался вот социалисты вряд ли пойдут с европейской я очень надеюсь на то что на данных парламентских выборов наши граждане уже будут голосовать не за обещание и не за лозунги за реальные факты и за то что было проделано поэтому остальные партии могут идти с какими они хотят лозунгами у нас есть одна цель сделать из республики молдова процветающую успешную демократическую страну основываясь на европейских принципах поэтому мы будем бороться за республику молдова внешняя политики и республика политика республики молдова внешний вектор да для нас приоритетным остается европейская интеграция и этот фактор мы пересматривать не будем у нас есть нынешняя власть делает все для того чтобы республика молдова в ближайшее будем надеяться будущее станет членом европейского союза и для этого я говорил подписаны договора об ассоциации я поняла договора свободной торговли мы выполняем все те дорожные карты которые перед нами ставят европейские партнеры мы делаем это не потому что от нас это требует потому что другого лучше уровня жизни по крайней мере чем в европе нам мы не видим поэтому мы стремимся к европейским стандартам потому что вообще не с нашими гражданами я хочу под еще раз повториться может быть но всем когда говорим все хотят получать зарплаты пенсии стипендии как в европе все хотят медицину иметь как в европе все хотят исполнение законов юстицию как в европе не воровать как в европе и чтобы не было коррупции как евро согласно с коррупцией и с воровством нынешний кабинет это первая власть людмила которая действительно борется с коррупцией из воровством поэтому сегодня упрекать в чем то не что что мы что-то не сделали мы сделали гораздо больше слышать они все время вот упрекают что миллиард не нашли у вас много коррупции вот я считала вам это магирини считает сегодня что значит много коррупции мало коррупции есть факт мы когда пришли к власти есть два явных примера таможенная служба и налоговая инспекция после реформирования этих структур мы практически искоренили коррупцию в таможне сегодня на 95 процентов наверное мы истребили контрабанду сегодня нету офшорных фирм практически сегодня не отмываются деньги не обналичиваются деньги и только за 16 год две эти структуры привели в госбюджет на 4 и 5 миллиарда лей больше чем за теку и за 15 год то есть это факт если бы мы не реформировали структуры если бы мы реально не боролись контрабандой с коррупцией этих структурах 45 миллиарда лей ушли бы просто мимо бюджета наше время уже закончилось три минуты назад но я все-таки рискнулась предложить еще слово господу более это же попрошу высказаться о евроинтеграцию смотреть что у нас происходит вот мы сколько лет уже движемся а в направлении к европе а вот у нас высказывание европейцев все жестче и жестче и жестче вот управящей партией свое объяснение что в этих условиях намеренно сделать вы будете пользоваться ситуации что вот так сложилось и появились такие резолюции либо у вас какие-то еще из плана вы наверное забыть задумывать если можно кратко на ходить из ту реальная ситуация которая есть на данный момент в республике молдова понятно что вот европейцы скажем так высказали свое мнение мы не должны скажем так пренебрегать до вот той позиции на европейского союза но еще раз хочу сказать следующее что то что на протяжении 10 лет пытались идти в европейский союз без того чтобы спросить граждан а в реалии получилось так что мы дружили с одними против других дружили с одними против других вот это привело к большим перекосом и вот это все сейчас надо восстанавливать баланс и в международной политики которая ведет наша страна дружить со всеми но я при исходя из того интереса который есть да я господин головатюк отреагировал смотрит нашу программу нам приятно господин головатюк вот он вам то кстати тоже передает он пишет что реальность такова что по отдельным странам есть технологический реэкспорт составляет составляет 40 50 процентов в целом по есть 34 процента доля есть 68 процентов предлагает вам посчитать сколько там реального экспорта все время вышло я хочу напомнить только господину боли господину головатюку что и господин дадон и госпожа гречан вместе с господином ворониным шли на выборы под лозунгом европейскую молдову строим вместе да было такое и европейскую молдову ну вот вопрос в том что все говорили что строим европу у себя дома а в конечном итоге то что построили после 2009 года вообще как-то сложно ну спасибо мне кажется было справедливым да вот ему предоставить слова итоги голосования господину к буричу наверняка у него есть ответ один голодчика спасибо василия более 381 голос евгений никифорчук 30 голосов ну вот видите голоса у нас что вам могу сказать знаете я рада что мы встретились в этой студии поговорили это говорит еще раз о том что это вопрос очень болезненный он очень тонкий его не необходимо обсуждать потому что вот если все ограничивается только декларациями докажет ангел говорит то что он считает нужно наверно это все правильно и еще конечно нас должны оценивать наши телезрители выражение экономики я благодарю вас за то что вы пришли спасибо господин боля я благодарю вас за то что вы пришли приходите нам еще будем спорить это была программа дело принципа мои гости сегодня были чрезвычайно принципиально всего вам самого доброго до свидания